всем доброго времени суток здравствуйте я приветствую вас на канале а татьяна с любовью сегодня у нас речь пойдет о посадках о том что мы с вами сажали про перцы баклажаны покажу помидорки покажу питанию что у меня сейчас на данный момент есть и расскажу что я буду делать как подкармить и тому подобное конечно перцы у меня были посажены 13 14 числа но еще кое-какие были посажены в конце февраля сейчас на данный момент вот перцам с момента посадки сухими семенами стаканчики вот смотрите какие они вот такие меньше месяца конечно еще у нас сегодня 12 число а еще и февраль у нас был 28 дней вот так вот они себе прекрасно чувствуют их нужно уже пересаживать большую емкость смотрите какая корневая я вам открою пакетики все это покажу конечно семидольные листочки смотрите все на месте все перчики чувствуют себя в таких пакетиках очень хорошо и прекрасно занимаются все у меня мало места конечно можно было бы высаживать их и пораньше высадить но у меня дело все вместе у меня не хватает места на подоконниках у меня небольшой домик поэтому нужно как-то все это дело разместить и вот у меня сейчас переехал лук который я сажала семенами эксибишен комета и еще там два сорта лука он у меня переехал в теплицу я вам обязательно сниму уже начала его снимать как мы туда что мы сделали в теплице какое укрытие вот и я вам обязательно покажу как он будет чувствовать себя дней через пять шесть посмотрю как он перенесет вот эти все ночные все температуры расскажу что буду делать обязательно не дожидайте видео я вам обязательно его покажу чтобы быть в курсе да и вот сейчас у меня освободилось место на подоконниках как бы можно было конечно чуть пораньше но вот из-за места освободилось место сейчас я буду вот этот перчик значит перевалкой в большую емкость у меня вот такие вот стаканчики они такие вот квадратные вы можете совершенно любую емкость любые стаканы любые баночки какие у вас есть это мне кажется вообще разницы никакой не имеет кроме торфяных конечно стаканов это для меня просто табу я их да у меня дома их никогда нет и не будет потому что однажды я посадила и испортила всю рассаду вот значит вот такие вот просто мне удобно их раз 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 друг другу на подоконник можно поставить можно конечно еще каемочку вот это обрезать но потом они быстро ломаются я как-то не обрезаю а вот значит вот такие у меня хочу вам показать баклажанчики тоже прекрасно себя чувствуют видите все они вот такие с семидольными листочками смотрите как они себя хорошо чувствуют все подписаны ничего не стирается видите вот маркер хорошие так и вот этот вот малярный скотч тоже очень хорошо он до работает в этих делах томаты что про томаты томаты у меня посажены были в конце февраля тоже сухими семечками двадцать шестого по моему двадцать пятого ли я сажал не помню уже надо посмотреть будут записи точно вот так вот такие вот томатики у меня сейчас на данный момент вот вот это вот мечты мечты алисы мои наращивать корневую но томатами я пока заниматься не буду единственное некоторые из них все-таки я некоторые из них сажу потому что я их просто проворонила всходы проворонила и у меня они вытянулись и мне было деваться некуда места не было а сегодня место освободился я вот так вот под семидольные листочки их вот так вот сегодня углублю да вот так наискосочек положу вот так вот наискосочек положу с угла на угол и прекрасно у меня они приживутся вот вот эти вот да ну что делать у всех бывают всякие казусы ну вот проворонила я значит ну что сказать еще покажу вам питуньки питуньки покажу вот такая вот каскад белая питунечки у меня немножко они листочек стал бледненький такой поэтому я я их подкормлю как только перевалочку сделаю через три дня я их подкормлю баку по вот такая вот у меня один сорт не взошел вообще один сорт зашел сто процентов из трех семечек все три первый раз я сажаю еще не знаю что с ней делать еще почитаю вот все таки я учусь он блогеров конечно люди с опытом напишут не у всех конечно надо все таки из свой мозг как бы включать и к своей территории конечно привязывать все ну вот так вот значит что ну сейчас я вам камеру опущу и покажу что мы будем делать им покажу корневую уже открою и покажу еще удобрения а удобрения на вам сейчас сразу покажу потому что так не просто виднее вам рассказывать бонафорта вот такого удобрения вообще хорошо для питунья она бы купить но у меня не получилось для комнатных растений в принципе для любых цветущих растений подойдет если получится для питунья если найдется то я конечно поменяю удобрение очень хорошая сейчас когда уже питунькам больше месяца и последним больше месяца у меня посажены они вот я уже сейчас с каждым поливом добавляю вот это вот удобрение она у меня значит вот с таким мерным колпачком и вот видите тут вот 5 я примерно на глаз где-то 2 миллиметра миллилитра беру на 5 литров на 5 6 литров воды и вот скажи с каждым значит поливом я добавляю это так вот такой вот железо вот питуньки обязательно вот таким железом я обработаю их она идет вот с микроэлементами вот что-то начали они у меня может быть этот что-то проворонила может перелила где-то они обычно от перелива больше страдают хлориат вот я обязательно обработаю им по листу сделаю потому что я этим под корень делаем банафорта под корень значит этим будем по листу и хочу показать вам монофосфат калия или монофосфат вот такое удобрение я его беру полностью вот полкило большую пачку мне хватает ее на весь сезон без калия мы никуда не на росте не корневую не будет у нас не лука у нас не будет ли вкусных томатов без калия мы никуда у меня конечно очень много золы но зала все равно усваивается не так как удобрение тут еще и фосфор вообще я не сторонник кормить всеми удобрениями вот многое накладывать как бы вот это в лунке везде нет но то что необходимо это уж ну нам просто без этого не деться откуда они возьмут допустим там фосфор калий микро какие-то элементы конечно нам все равно это нужно давать растениям также как мы принимаем витаминки с не принимаем то кушаем и фрукты овощей чтобы да вот так же и тут нужно все равно давать вот к этому удобрение я отношусь очень положительно я чайная ложка на 5 литров воды это подкормка чайная ложка на 5 литров воды вот сейчас вот когда я пересажу вот все распикирую дам им 35 дней очухаться и подкормлю монофосфатом калия сейчас пока я хотела подкормить но посмотрела они у меня крутые руки я не стала подкармливать а лук у меня уже им подкормим монофосфатом калия вот так я вам выставила часть своего огорода чтобы вы видели в каком они прекрасном состоянии себя как они хорошо все чувствуют они все зелененькие все уютненькие значит я беру обязательно или прожигаете вот тут вот делайте дренажное отверстие ой или можете просто ножницами срезать уголки вот так вот другой стороны обычно так вот немножко вот так вот вот так я подрезала просто и все дренажное отверстие видите у меня уже есть теперь мне нужно обязательно пометить эту баночку что у меня здесь будет расти какой 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 значит перчик какой баклажанчик можете вот такими вот налепить пожалуйста можете малярным скотчем можете номера подписать можете полностью подписать ну как бы без разницы берем значит мы сейчас у меня уже тут целый таз стоит потому что рассада много я насыпаю земельку смотрите земля рыхлая вся обязательно рыхлая никакой чтобы залежала земли и не старайтесь ее прям тут утрамбовать хорошо она прекрасно себя чувствует берем вот так вот мы рассаду я беру и вот просто вот так раз и срезаю вот так ножницами раз обрезала отгибаю и вот смотрите какая у нас корневая видите вот какие корешки они уже все полностью увидите корневая уже готова и все сейчас я ставлю вот так вот в баночку и присыпаю землей и вот так вот так вот и присыпаю земелькой покажу тут у меня просто мало места не так удобно и вот смотрите вот наш перчик нет перевалкой он у нас уже готов так вот пожалуйста видите сейчас я его дальше уже не заглубляю вот как он у меня есть вот так он и будет у меня пересажен и сейчас он у меня пойдет на окошечко подсвет если у вас есть возможность сделать дополнительную подсветку конечно это большой плюс если нет возможности ну что делать так вот так же я буду пикировать сейчас перевалкой заниматься до буду сейчас и перцы все сделаю баклажаны сделаю питание сделаю которые у меня уже подошли а томатики пока пусть растут они меня пока не трогают вот только выкинувшиеся их конечно придется переделать ну вот хочу показать вам еще я нынче выращиваю колиус из семян но это просто что-то с чем-то вот такие милипусики я уже их распикировала в маленькие стопочки ну вроде начали уже подаваться а то были какие маленькие прямо но очень интересно с ними очень интересно я не пожалела что я их посадила ну вот показала что чем я буду сегодня заниматься что я делаю как я делаю так вот питуньку вам еще открыла тоже хочу показать видите какая хорошая корневая нарушена вот значит и сейчас вот этим я я займусь этим вы посмотрите мое видео возможно возьмете себе что-то на заметочку я буду рада если вам пригодится мою опыт именно вот нет не то что что как ухаживать за растениями все такое просто как сэкономить нам место хочется посадить пораньше хочется посадить вовремя они в марте месяце все-таки сажать перец для меня это неприемлемо в марте месяце я не получу того урожая если я посажу какой мне нужен не все равно нужен перец более-менее уже такой хороший чтобы при высадке чтобы у нас короткое лето я проживаю в кировской области еще раз напомню если мало ли может быть кто-то пропускал пропустил раньше видео я всегда говорю кировской области сейчас на данный момент у нас пока температура вот где-то минус 2 ночью днем тут было плюс 2 плюс 3 но это вот дождик идет опять пасмурно очень пасмурно у нас так и неприятно вот еще будут морозы и еще будут вот тут обещать до минус 11 поэтому ну вот так вот у нас морозы еще будут до конца марта точно а потом уже будет тепло сейчас одна тепличка у меня под значит лук у меня уже там стоит у меня а вторая тепличка мы еще не готовили еще не закрывали может быть после 20 числа я сделаю и в начале апреля я вынесу всю вот эту рассаду вынесу уже в теплицу вот она у меня будет расти в тепличке и там уже я буду смотреть конечно она на росте час корневую по всей вот этой вот баночки и уже только в теплице я пересажу в большие емкости обычно я в литровые банки пересаживаю практически все вот эту вот рассаду чтобы корневая была хорошая может какие-то и побольше по этой баночке буду рада если вам помогла советом смотрите мои видео подписывайтесь на канал если вам понравилось ставьте лайки пишите в комментариях вопросы если что-то непонятно задавайте вопросы я всем всегда отвечаю никого не игнорирую никогда а я вам желаю богатых урожаев здоровье самое главное сейчас нам всего хорошего и доброго с вами была как всегда татьяна пока пока